Приветствую! Приветствую вас, драгоценные, именем Иисуса Христа. Приветствую всех служителей и членов нашей интернет-общины Дом Веры. Приветствую всех зрителей телеканала. Если вы хотите, присоединяйтесь к нашему интернет-вещанию домверы.ру. Если вы зайдете туда на наш сайт домверы.ру, вы сможете попасть в нашу интернет-общину и поддерживать нас вопросами, комментариями. Я вижу, сейчас люди присоединились. Славу вижу, который присоединился, печатает мне Дмитрий Своронежи, наш постоянный прихожанин. Лариса, Яна, Александра, Слава, Ангелина из Греции. Всех-всех-всех приветствую. Из Бершевы Ларису приветствую. Дмитрий Своронежа пусть Бог благословит. И Олег Вандокуров с Алматы. Ну, слава Богу, приветствую всех. Наталью Харихтонову из Мизури приветствую. И, конечно же, пастора Дмитрия из Германии. Для меня большая радость, что вы вместе с нами. Сегодня мы будем говорить о финансах. Денюшки сделали крылышки. Мы будем говорить о финансах. Возьмите вашу кружечку кофе, кто пьет кофе. Кто не пьет кофе, поздравляю. Вы победили зависимость. Деньги. Деньги. Как много в этом слове. Деньги. Мартин Лютер сказал такую фразу. Вы знаете, я пытался сейчас восстановить точную цитату. Но переводы не все точные. И мне достаточно сложно оригинально узнать. Но была такая фраза. Есть три изменения, превращения, обращения. Когда обращение происходит. Который должен пережить человек разума, сердца и кошелька. Или так. Вы обратили свое сердце, свой разум и свой кошелек в веру. Вот такая цитата. Разум, сердце и кошелек. Многие люди обращают в веру только сердце. Я сердцем, Господи, тебе верую. На вопросах, финансах, здесь Господь. Давай так. У нас все нормально. Мы дружим. Будем дружить с семьями. Будет все хорошо. Но финансовый вопрос мы не касаемся. Начнем с главного заявления. Откройте первое послание к Тимофею. Это в Новом Завете. Шестая глава. Первое послание к Тимофею. Шестая глава. Первое послание к Тимофею. Шестая глава. И я буду читать с шестого стиха. Мы сегодня говорим о финансах. И вопрос финансовый. Не бойтесь. Я не буду говорить о пожертвовании. Не беспокойтесь об этом. Великое приобретение. Быть благочестивым. В английский слово благочестивый значит godliness, божественность. Быть божественным и довольным. Сегодня много людей. Вроде верующие, но недовольные рожи. Всем чем-то. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. И дальше седьмой стих. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно. Но очевидно. Что ничего не можем вынести из него. Ты родился ни с чем. И уйдешь ни с чем. Ты родился ни с чем. И уйдешь ни с чем. Я думаю, что зрители на спутнике меня сейчас увидят. И зададут вопрос. Что происходит? Почему он так заявляет? Потому что, что бы ты ни делал. На ту сторону. Ты ничего не сможешь перенести. На ту сторону ты ничего не сможешь унести. На другой стороне ничего не будет. Дорогие мои. Я сейчас обращаюсь к каждому из вас. Вы ничего не можете. Вообще ничего не можете. Унести с собой. Вы ничего не принесли. И ничего. Вообще ничего не унесете. Вход. Выход. Ты с нулями. А вот здесь посередине. В твоей жизни происходит. И вот здесь у тебя происходит накапливание, переобретение и так далее. Смотрите, 9 и 8 стих. Мы ничего не принесли. Написано. И 8 стих. Имея пропитание и одежду. Самые бытовые, базовые нужды. Еда, питание, одежда. Но будем довольны. Но я не могу быть довольным, если у меня еще чего-нибудь нет. А вот здесь уже апостол говорит. Ну хотя бы минимум. Если есть это и это, ты уже должен быть доволен. Ну как бы ты как бы не голый. Это хорошо. И ты как бы одетый и сытый и все классно. Вот это такое базовый христианский минимум. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Я доволен. 9 стих. А желающие, желающие, намеревающиеся, хотящие обогащаться, впадают в искушение. И попадают в маркетинговую сеть. И в сеть. И еще во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и паку. Желающие, это Библия написана, апостол Павел пишет Тимофею. И он пишет такие слова. Желающие, кто хочет, намеревается, планирует. Еще не сказано, что они, послушайте, еще не сказано, что они обогащились. Нет. Желающие. Я хочу заметить, пожалуйста, многие думают, богатым трудно. Да, да, трудно. Но желающим тоже плохо. И мне не трудно. Я просто хочу. Хочу все сейчас и вчера. Я хочу все миллионы иметь. А желающие, посмотрите, обогащаться впадают в искушение. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. И во многие безрассудные и вредные походи, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ужас. И вот, что такое пагуба? Я взял в оригинале разрушение, уничтожение, гибель, растраты, потери. Пагуба имеет переводы еще такие. То есть разрушение, уничтожение, погибель, трата. Вот это значение слова пагуба. Падают в разрушение, в разочарование. Погружают людей в бедствие, измождение, уничтожение. Разрушение. Во многие они впадают в безрассудные и вредные походи. Походь это желание, влечение, страсть, прихоть, вожделение. Потрясно. И десятый стих. Корень всех зол есть не деньги. Нет. Корень всех зол есть не деньги. Корень всех зол сребролюбие. Корень всех зол сребролюбие. Корень всего зла. Сребролюбие. которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Скорби – это муки, страдания. Корень всех зол не есть деньги. Нет. Корень всех зол есть любовь к деньгам, серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Деньги. Ах вы, деньги, 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 денежки, поют они. Вы знаете, что в Библии о молитве сказано около 500 раз, о вере около 500 раз, о деньгах, владениях, имуществе более 2000 раз. Вот такая вот статистика. Бог не хочет, чтобы мы были бедными. Давайте положим основания. Некоторые думают, ну все, Бог хочет, чтобы я был бедным. Нет, нет, нет. Бог хочет, чтобы ты был богатым, довольным, счастливым. Но, когда мы говорим о желании Божьем и о нашей реальности, есть разница. Бог не хочет, чтобы мы были сребролюбивыми. Но Он хочет, чтобы мы были богатыми. На всякое доброе дело. Бог не хочет, чтобы у нас была зависимость от денег. Бог хочет, чтобы деньги от нас зависели, а не мы от денег зависели. Бог хочет, чтобы мы управляли, а не они нами управляли. Мы управляли ресурсами, финансами. Когда мы говорим о богатстве, некоторые говорят, это плохо. Нет, богатство это не плохо. Кто-то говорит, ну трудно же богатому в эти царства небесные. Да, но ты-то уже вошел, ты уже посажен на небесах. Зачем тебе входить, ты уже там находишься. Когда мы говорим о богатстве, богатство это своего рода самое тяжелое испытание, которое человек может пережить. Потому что богатство открывает твою сущность. Когда у тебя недостаток, когда тебе не хватает, ты часто прячешь. Прячешь. Посмотрите начальника, хозяина компании. И посмотрите на рабочего. Рабочий приходит, хоть он и злой, он все равно улыбается. О, здравствуйте, Василий Васильевич. Да, нормально. И заходит Иван Иванович. И он хамло такой, знаешь, такой быдло разожравшийся. И он ни на кого не обращает внимания. А кто такой Иван Иванович? Это тот же Василь Васильевич, только с деньгами. Богатство открывает кто-то. Богатство всего лишь увеличивает, умножает кто-то на самом деле. Богатство дает тебе возможность показать свое настоящее истинное лицо. Когда человек чуть-чуть приобретает, будет ли он служить Господу? Будет ли он молиться? Будет ли он искать Бога? Будет ли он стоять в вере? Будешь ли ты? И вот здесь проверяется. Если, когда у тебя появляется доход и достаток, ты перестал славить Бога, перестал молиться, перестал приходить к престолу благодати, перестал искать встречи с Ним, то у тебя богат деньги. У тебя серебролюбие. Просто, может быть, ты опытно сейчас прикрываешь серебролюбие, пряча его за благоговейным, благочестивым лицом. Ты вот так стоишь, но мы время лет... А когда у тебя деньги появятся, когда у тебя появятся доходы, когда... Что ты будешь делать в этот момент? Останешься ли ты человеком? Или ты в скота превратишься? Я обращаюсь сейчас к каждому из вас, драгоценные. Напоминаю, это идет прямой эфир. Я в прямом эфире прямо сейчас обращаюсь к каждому из вас и прошу вас, услышьте. Кто-то говорит, у нас в стране невозможно быть честным и миллионером. А зачем вам быть миллионером? Будьте миллиардером, да? Зачем ограничивать? Когда вы говорите о финансах... Послушайте. Когда вы говорите о финансах, финансы поют романсы, да? Многие люди начинают вестись и начинают делать странные заявления. Начинают... Когда вопрос финансовка чтается, как будто бы интим ты касаешься. Такой сферы, что человек аж начинает напрягаться, начинает беспокоиться. Что же такое происходит? Что же там с этими финансами? Послушайте меня, дорогие мои. Когда мы говорим о финансах, финансы, как Мартин Лютер говорит, должно произойти обновление, обращение. Обратили ли вы свое сердце, свою душу, свой разум и свой кошелек? Многие христиане сердце обратили, а разум у них витает, кошелек у них там вообще. Мы говорим о изменении внутреннем. Мы говорим о реформации. Когда происходит реформация внутреннего мира. Когда происходит реформация в отношениях. Когда происходит реформация в молитвах. Когда происходит величайшее изменение в жизни человека. Что же от нас хочет Бог? Ну давайте так. Первое. Наверное, чтобы мы не любили деньги, потому что это корень всех зол. Если у вас есть хоть какая-то любовь к деньгам, сразу же, автоматически, вы выпадаете полностью. Я говорю еще этот любовь к деньгам, сребролюбие, это не только те люди, которые богатые. Нет, нет, нет. Чаще я встречал сребролюбие, знаете, у кого? У бедных. Чаще всего. Когда мы говорим о финансах и о сребролюбии. Вот в этот момент происходит нечто уникальное. Настолько уникальное. Настолько парадоксальное. Ваше взаимодействие с Богом и ваше взаимодействие с финансами. Мамойной. А если вы обращаете на финансы больше внимания, чем на Бога. Бог, конечно же, хочет вашего внимания. Если ваше сердце прилепляется к финансам, если ваше сердце прилепляется к деньгам, если ваше сердце прилепляется к имуществу, к вещам, если вы отождествлены, это катастрофа. Лариса из Кирова подсказывает про скупость. Конечно же, скупость это одна из форм любви к деньгам. Скупость. Привязанность. Другая из форм, не всегда скупость. Некоторые сорят деньгами, хотя показать себя. Тоже как бы такая лжещедрость. Это тоже любовь к деньгам. Это очень настолько тонкие психологические моменты, что когда мы говорим о финансах, мы говорим о взаимоотношении тебя с Богом и твоего сердца и спасения твоего кошелька. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 12 главу. Будьте любезны, Евангелие от Луки, 12 глава. Прочитаем притчу о богатом человеке. Иисус рассказывает притчу. 16 стиха. Притча 12-16. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поре. И он рассуждал сам с собою. Что делать? Что делать? 17 стих. Некуда мне собрать плодов моих. Некуда собрать. И сказал, 18 стих. Сказал, вот что сделаю. Сломаю я житницы мои старые, построю большее и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Организую супер-мега-склад. Большой. И скажу душе моей. Душа. Много у тебя добра лежит. На многие годы. Покойся. Хватит суетиться. У тебя есть стабильный, пассивный доход. Ешь. Пей. Веселись. Потрясающе. Так, кстати, все об этом как бы мечтают. Заработать столько денег, чтобы просто наслаждаться жизнью. Зачем работать, зачем трудиться. Но Бог сказал, 20 стих. Но. Вот это всегда но. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми. 21 стих. С тем, кто собирает сокровища для себя. Они в Бога богатеют. Вот это слово интересное. В Бога богатеть. В Бога богатеть. Давайте богатеть во взаимоотношениях с Богом. Давайте будем богатыми в Боге в отношениях с Ним. Посмотрите, что богач сделал. Идея хорошая построить житницы. Кто-то из христиан наивных и глупых скажет, какой безумец. Не надо строить житницы больше. Хорошая. Вообще-то, это хорошая идея. Иосиф строил больше житницы. Помните, в Египте, когда Бог дает умножение, он дает умножение и благословляет стада, и поля, и овец, и скот, и кладовые твои наполненные. Это хорошая идея расширить? Конечно, хорошая. Это хорошее иметь достаток? Хорошая. Это хорошо иметь столько денег, что не нужно работать? Хорошо. Плохо, когда ты бедный в отношениях с Богом. Когда ты не пришел к Богу и не сказал, Господь, а что мне делать? Что мне делать? Как мне жить? Как мне дальше жить? Когда ты не пришел к Богу и не спросил, Господь, мне пришел большой урожай. Подскажи, как мне разумно использовать его? Куда мне инвестировать? Куда мне ложить? Мне нужно создать пассивный фонд. Мне нужен какой-нибудь инвестиционный портфель. Мне нужно поддержать служение. Может быть, мне нужно помочь голодным. Господь, да будет воля Твоя. Что ты хочешь? Когда у тебя, ты говоришь душе своей. Посмотрите, вот здесь сказано как. Он рассуждал сам с собой. 17 стих. Я хочу, чтобы вы в своей Библии подчеркнули. Он рассуждал сам с собой. Он не рассуждал с Господом. Посмотрите, как Давид. Давид рассуждал с Господом. Господь, направь пути мои. Господь вразуми. Давид не был бедняком. Поначалу у него ничего не было. Потом он стал достаточно солидным. И обобрал всех соседей. И у него было очень много, очень много имущества. Очень много, очень много запасов. Настолько много, что он смог для храма разбогатеть. Пожертвовал там миллиарды долларов. Миллиарды долларов, чтобы построить храм. Вспомните, есть золото и серебро и дерево. Все, что он заготовил для строительства храма и передал Соломону. Настолько он был состоятельным. Послушайте, драгоценные мои. Когда мы говорим с вами о финансах. Некоторые думают, что Бог хочет, чтобы мы били бедными. Это извращение. Богач рассуждал сам с собой. Рассуждай не сам с собой, с Господом рассуждай. Спрашивай Бога, Господь, что мне делать с моими финансами? Как мне управлять? Как мне направлять их? Рассуждай с Богом. Не только ищи корость. Не только ищи выгоду. Не нужно... Когда ты сам с собой рассуждаешь, корость всегда вылазит первая. Корость всегда вылазит. Хочу мне мою собственность, мое имение, я... Вот все. Корость первая растет. Она как сорняк. Рассуждай с Господом. Господь, вот бы ты мне дал. Как мне поступить с этими финансами? Как мне сделать? Конечно, если ты... Знаете, как я услышал, что один пастырь на Феррари ездит. Когда в стране голодают люди, а он купил Феррари. В Африке, знаете, Мерседесы у пасторов. А люди с голоду умрут на улицах. Он едет на Мерседесе и смотрит, как на обочинах люди с голоду умирают. Это извращение, конечно же. И смысла в этом нет. Машина нужна, чтобы передвигаться. Но некоторые думают, что если у меня будет вот Феррари или то, другое, третье, тогда типа так будет хорошо. Дорогие мои, когда мы приходим к Богу, не сами с собой рассуждаем. Когда ты сам с собой рассуждаешь, почему-то ты всегда считаешь другую сторону. Когда ты сам с собой рассуждаешь, почему-то у тебя вообще в другую сторону не считается. Но когда ты рассуждаешь с Богом, для чего ты живешь? Кому ты готовишь? Давид заработал кучу денег и пришел к сыну и говорит, сынок, посмотри, вот огромное количество финансов, золота. Все это для храма. Устрой храм Господу. Построй храм Богу. Давай, сделай потрясающий храм. И Соломон принял это, мечту отца. Он воплотил ее. Давид не увидел храм никогда. Давид не был в храме. Давида не было возможности быть в храме. Он не был даже близко с храмом. Давид мечтал. В доме Господа пребуду многие дни. Только одного прошу его Господа. Только одно хочу, чтобы в доме Божьем пребывать, говорит Давид. Давид, так нет дома Божьего. Но он уже пребывал. Его мысли были в храме. Когда мы смотрим на Божий принцип, Божий принцип такой. Приди к Богу и пообщайся с Ним. Ведь деньги не ради денег нужны. Конечно же, нам нужны деньги, чтобы управлять своей жизнью. И когда мы говорим о финансах, Бог сказал, принесите мне десятину и приношение. Вот, скажем, вот у вас доходы. Десять, ну скажем, вот сто процентов. И он говорит, принесите мне десятину и приношение. А остальное для вашей жизни. Я, когда ко мне кто-то приходит и говорит, я хочу пожертвовать сто процентов. Я говорю, друг, человек, не надо тебе жертвовать сто процентов. Не надо. Бог сказал, принесите мне из десяти частей, одну часть принесите и приношение. Все остальное восемь частей ваши. Все остальные восемь частей ваши. Вам нужно мудро управлять, мудро расходовать, мудро инвестировать, мудро вкладывать. Многие люди вообще не вкладывают, не инвестируют, не откладывают. Они просто тратят и ждут следующей зарплаты. Это люди без стратегического видения, без будущего. Они не смотрят вперед, они не смотрят на жизнь. Они не смотрят, Давид смотрел вперед. Он приготовил для храма. Ты что приготовишь для храма, когда состаришься? Что ты для храма приготовишь? Ты будешь как Давид или нет? Но у меня другая ситуация и все остальное. У тебя точно такая же ситуация, как у Давида. Вы в одинаковой шкуре родились. И он был бедный. И ты бедный. И у него ничего не было. И у тебя ничего не было. Послушайте, теперь, когда ты подойдешь к концу своей жизни, что ты скажешь, смотря на то, что у тебя есть? Я вам советую. Первое. Когда 10 частей есть, из 10 частей, он говорит, 10% принесите. Десятину. То есть, из 10 частей мы отдаем десятину. Десятина ушла. Приношение. Ну, еще примерно, может быть, десятина. Может быть, чуть меньше, чуть больше. Две части ушли. Теперь у нас осталось 8 частей. И, конечно же, оставшиеся 8 частей мы используем для питания, жилья, семьи, детей, расходы и все остальное. И вот мы потратили. У нас уже половина осталась. Теперь оставшиеся половины очень важно, разумно управлять и использовать. Во-первых, необходимо научиться аккумулировать. Чтобы что-то случилось, нам необходимо научиться аккумулировать финансы. Нам необходимо научиться соединять эти финансы. Нам необходимо, я извиняюсь, нам необходимо научиться генерировать. Нам необходимо научиться собирать вместе. Зачем нам это нужно сделать? Ну, причина, чтобы что-то случилось, необходимо, Давид, чтобы построить храм, необходимо было аккумулировать, накапливать. Если вы научитесь накапливать финансы, не опять не ради чего-то, а ради того, чтобы разумно вложить. Финансы — это как семена. Если семена только складывать и не садить их в почву, то тогда они не принесут урожай. Необходимо финансы вкладывать в почту. Необходимо их закапывать, необходимо садить. Необходимо, чтобы на следующий сезон жизни у нас было из чего собрать урожай. Многие христиане, они молятся на поле, на котором ничего не посадили, и провозглашают, у нас будет урожай. Я смотрю на них и говорю, чудики, а вы что посадили? Ничего не посадили, но мы исповедуем, провозглашаем, Господь благословит нас. Чудики, эй, вы чем думаете? Вы каким местом думаете? У вас разум должен быть обновлен. Вам, если вы никуда, что вы ходите по полю? Ходите по полю и не, ничего не делаете. Вам необходимо, радикально необходимо, научиться собирать, аккумулировать, соединять финансы. Для чего? Для того, чтобы у вас что-то было. Для того, чтобы было можно посеять. Посеять в почву и получить на следующий год больше урожай. Дьявол придумал интересную технологию. Он сказал, так, я тебе дам работу, 8 часов в день, поши, и дам тебе так мало денег, чтобы тебе хватило с трудом на еду, на питание, на воду, на жилье, на оплату услуг. И чуть-чуть оставлю, чтобы тебе почти ничего не хватало. И когда ты пришел, отработал, запомните, никогда вам так система устроена. Ни один фараон не хочет отпускать своих рабов. Фараон не хочет отпускать тебя. И когда фараон тебя держит, вы думаете, что фараон хочет сказать, да, да, идите. Ни один начальник, послушайте, ни один начальник ни в одной компании не хочет отпускать рабочих. Почему? Потому что они уйдут, кто же тогда работать будет? Ему придется что-нибудь там лопатой. Он не хочет отпускать. Он даст тебе вот столечко, чуть-чуть, чтобы... Вот ты пожевал, деткам дал пожевать, жене дал пожевать. Купил чуть-чуть одежды, чуть-чуть того, чуть-чуть того. За электричество заплатил, за воду, за канализацию. И за чистящие средства, чтобы у тебя порошок дома был, чтобы ты не вонял. И шампунь, чтобы ты был более-менее опрятный. И все. Ну, еще капельку оставить, чтобы вот столько тебе на отпуск хватило. Вот столько. И все. И ты будешь на отпуск целый год копить, 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 копить. И на отпуск накопил. Смотрите, детки, я на отпуск накопил. Я поеду в отпуск. Это концепция фараона. Фараон не хочет отпускать тебя на свободу. Если вы думаете о том, почему у меня не растет. Но одна из причин. Запомните, с той стороны, где находятся рабы, успешными не становятся. К сожалению, это правда. Как бы вы ни тыкали, как бы вы ни делали. С той стороны, с той стороны, где управленцы, с той стороны, где те, которые дают работу, они зарабатывают. А те, которые, знаете, как один пастор приехал на заработки за границу. И его брат нанял. И он говорит, знаешь, мне платят 10 долларов в час. Я говорю, ну, да. Он говорит, 10 долларов в час. 10 долларов в час. Я говорю, ну и. Он говорит, а сам получает с каждого объекта по 3000. Я говорю, а сколько объект делать? Он говорит, дня три. Я говорю, то есть, ты работаешь на объекте дня три. То есть, ты получаешь 300 баксов, а он получает 3000. И он тебя нанял. Он говорит, ну, я же не могу сам объекты брать. Я говорю, а почему не можешь? Вообще, такой вопрос, а почему не можешь? Многие люди, они, вы знаете, когда, когда человек приходит к фараону и говорит, дай работу, а он не сможет заработать, должен кто-то прийти и сказать, let my people go, освободи мой народ. Когда мы говорим о том, кто дает работу, у того всегда будут капитальные ресурсы и капитальные возможности. Я посмотрел на него, говорю, слушай, зачем ты ходишь там, что-то лазишь по крышам? Возьми вот газету, как один мой знакомый в Советском Союзе покупал старые телевизоры и тут же их продавал через газету. Покупал подешевле, продавал подороже. Я говорю, ты свои 100 долларов в день легко можешь заработать, продавая велосипеды. Он говорит, что, серьезно, что ли? Я говорю, легко, ты 100 долларов в день можешь заработать, продавая велосипеды. Просто купил, продал велосипед. Наверняка, их тысяча продается, наверняка кто-то не будет считать там 100 долларов сюда, 100 долларов сюда. Он будет думать, что это нормальная цена. Многих людей, когда они привязаны к финансам, я спрашиваю, что делать, чтобы денег было много? Знаете, вот нужно много что? Нужно много. Вот вопрос вам задаю, Дом Веры. У нас эфир подходит к концу, не успел сегодня покрыть тему. Завтра, наверное, продолжу о финансах. Чтобы было больше денег, что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы было больше денег? Надо больше неправильно, не работать, не надо больше работать. Ай-яй-яй-яй. Так рассуждают рабы. Рабы говорят, чтобы было больше денег, надо больше работать. Нет, чтобы было больше финансов, нужно больше создать работ. И тогда будет больше финансов. Вот такая вот жизнь. Дорогие, я хочу вас научить библейскому отношению. Мартин Лютер сказал, а пришло ли обращение вашего сердца, вашего разума и вашего кошелька? Когда происходит обращение вашего кошелька к Богу, тогда Бог просветляет ваш разум и вы понимаете, вы перестаете быть рабами. Рабами греху, рабами системы, рабами в системе, которая контролирует. Те, которые слушают, я хочу, чтобы вы вышли из рабской системы. Всегда найдется кто-нибудь скажет, а кто же тогда будет работать? Работать будут все. Работать нужно всегда. Но просто пусть твоя работа создает для других работы. Если ты научишься создавать для других людей работы, тогда ты увидишь, как Бог благословит тебя. На тебе будет благословение. Мы будем рассуждать на эту тему завтра. Не пропустите прямой эфир. А сейчас я хочу благословить вас. Господь, благослови каждого человека, кто сейчас слышит мой голос. Я прошу тебя, Духом Святым, наполни их жизни во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Я говорю благословение. Благословение над вами. Да пребудет с вами Господь. Да направит вас Господь. Да поддержит вас Господь. Да укрепит вас Господь именем Иисуса Христа. Да даст вам мудрости. Да откроет вам окна небесные. Да и зальет от Духа Своего во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. Да благословит тебя Господь. И сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Аминь. Что лучше? Быть богатым и попасть в ад. Или быть бедным и попасть в рай. Я задаю этот вопрос каждому из вас. Что лучше? Быть богатым и попасть в ад. Или быть бедным и попасть в рай. Знаете правильный ответ? Лучше быть богатым и попасть в рай. Если вы хотите поддержать наше служение, я всегда это в конце говорю, вы можете это сделать. Пройдите на сайт senal.tv. Еще раз выведите, пожалуйста, на экран senal.tv. И вы можете поддержать это служение. Очень важное. Будем говорить на эту тему завтра. Я хочу положить правильное библейское основание. Никакая корысть, никакая любовь к деньгам не должна быть в вашем сердце. Не должна даже именоваться. Никакое. Деньги, деньги, денежки. Люди дорогие, не вздумайте прилепиться к финансам. Прилепляйтесь к Господу. Если вы хотите поддерживать Божье дело, поддержите, участвуйте. Помогите мне распространять Евангелие по всему лицу земли. Я с удовольствием это делаю каждый день в прямом эфире. И в это время, на этом же месте, где вы сейчас находитесь, поддержите Божье дело. Пусть Бог благословит вас. Ценю, люблю каждого. Держитесь за Господу. Встретимся завтра. Ваш Максим Максимов с вами в прямом эфире. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенелл и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok